Музыка Мне сейчас 67 лет. И я 67 лет, старуха, как все меня, мои дети называют, или бабушка. Я вот прыгаю отсюда туда, чтобы достичь дорогой. И вот потом положили музыр. Печка, дрова кончились, холоды дома, нам нечем. Газа нет, свет перекрывают. Чем жить людям, а? Чем жить? Два двухэтажных деревянных здания в центре Степанакерта были построены в 30-е годы прошлого века. В 60-е годы здание стало общежитием для работников Степанакерского кошелка-комбината. На сегодня ветхое здание, полностью непригодное для проживания, неизвестно, сколько лет еще продержится. Но там продолжают жить более десятка семей. Просим, чтобы газ подключили. Говорят, здание аварийное. Просим, чтобы крышу подчинили. Говорят, что здание снесут. А мы зонтиками по квартире ходим. Спрашиваем, почему во всех зданиях круглосуточная вода. Отвечают, что наши здания в планах на снос. Ведь люди не входят в планы сноса. Живем в этой комнате без окон, без нормальной двери. Зимой холодно, летом душно, солнца не видим. Вот посмотрите, в каких условиях ребенок спит. Крысы бегают ночью. Даже в кровать к ребенку залезают. Куда только я не обращалась. Даже мэра города приводила, чтобы посмотрела, как мы живем. Сколько можно так жить? Он пришел, ногу поставил на люк и говорит, этим зданиям газ не нужен. Здание аварийное. А ведь в советское время у нас был газ. Осталось, чтобы электричество отключили. Сырость страшная. В каждой комнате по две электрические плиты стоят. Надо же на чем-то готовить еду. Когда годы назад по центральной улице Степанакерта Азатамар-Тикнари стали сносить хрущевки и на их месте строить новые здания, жители ожидали, что и они тоже попадут в проект сноса и для них построят новое здание, как тот, что стоит напротив. Но их ожидания не оправдались. Для нас ничего не делается. Каждый год обещают снести здание. То весной, то летом, потом осенью. Иногда зимой обещают снести. Перед нашим зданием специально построили два новых здания. Ширму поставили. И как бы закрыли нас, чтобы не видно было. Но все равно. Все нас видят. И проблемы наши кричат. Мы наравне с жителями новых зданий платим квартплату. Кому платим, за что платим. Просто наша совесть заставляет нас платить. Разве это справедливо? Но почему жители старого здания продолжают жить здесь, без элементарных бытовых условий? Жильцы сами бы могли решить свою проблему. Учитывая, что в самом Степанакерте за последние годы строится много жилых домов. И существует государственная программа ипотечного кредитования для улучшения жилищных условий. Как мне купить квартиру? У нас только сын работает. И мы живем на зарплату сына. Это 60-70 тысяч драмы в месяц. Без денег разве можно купить квартиру? Если в семье только один работник, как мы можем купить квартиру? Много лет жители продолжают обращаться в разные инстанции, пишут коллективные заявления. Власти Нагорного Карабаха не отрицают, что займутся проблемами граждан, живущих по адресу Азатамар-Тикнари 7А. В мире Степанакерта уверили, что хорошо знакомы с проблемами данного здания и займутся им, когда будет возможно. А на последнее письмо жильцов, адресованное президенту Карабаха с просьбой решить их проблемы, Министерство градостроительства Нагорно-Карабахской республики в письме от 15 марта сообщает, что специалисты Министерства градостроительства республики изучили и пришли к выводу, что для сноса данного здания требуются большие финансовые расходы, которых сейчас нет. Потому улучшение жилищных условий жителей данного здания откладывается на неопределенное время. Только после того, как будут найдены необходимые финансовые источники, станет возможно положительное решение данного вопроса. В конце концов, мы тоже люди, мы тоже хотим жить.